Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на моем канале. Я очень рада, что вы опять к нам присоединились. Ну и, судя по всему, как вы видите по тизеру, сегодня у нас будет наша любимая Инна. Чтобы всем зрителям стало совсем-совсем страшно, мы напоминаем, что все ролики защищены авторским правом. Но, тем не менее, мы сегодня с вами будем делать веселые, красивые, безумные ногти для моей любимой Инны. Как вы знаете, отношения с Инной у нас очень-таки своеобразные. Она у меня любимый клиент и нелюбимый клиент в одном лице. Я ненавижу ее вкус. Мне не нравится, он не сходится с моим. Но, тем не менее, из разу в раз только у Инны получается противостоять моему напору, когда я начинаю предлагать что-то в качестве дизайна. Вот только одна Инна это умеет, и слава богу, что кроме нее у меня таких клиентов больше нет. И даже несмотря на то, что каждая коррекция у нас выглядит, что Инну давай сделаем, нет, не надо. Ну давай что-нибудь нарисуем, нет, я так не хочу. Даже несмотря на это, мы очень хорошо общаемся. Это очень хороший человечек, у нас замечательные отношения. И никого из нас двоих не бесит такая обстановка. То есть Инна наслаждается процессом, когда она отстаивает свою точку зрения. Я наслаждаюсь процессом, когда у меня не получается ей что-то предложить, но я все равно пытаюсь. Ведь с каждым клиентом и у вас, и у меня складываются своеобразные отношения. У вас же тоже у каждой есть какой-то очень интересный клиент, с которым вам интересно работать. И в то же время какие-то вот такие вот нестыковочки, которые со временем уже превратились просто в особенности данного клиента. Просто мне не совсем были понятны комментарии в одном из предыдущих роликов, где я сказала, что горизонтальные полоски поперек ногтя это к моему вкусу никакого отношения не имеют. Мне такое не нравится, я и не об этом сказала. Но в то же время я сделала такие эти горизонтальные полоски. И человек ушел с ними, именно с теми полосками, которые он хотел. Но при этом я высказала свое мнение. Почему так зрители категорично к этому отнеслись, я не знаю. Там просто полный хломушник в комментариях под этим роликом. Я уже в те комментарии и заходить не захожу. Потому что меня обвиняли уже во всех смертных грехах. Любимое обвинение, что вам пришли, заплатили, делайте как надо и сидите молча. Ну извините девочки, молча сидеть я не сидела, с ней сижу и сидеть не буду. Я как человек и как мастер имею свою точку зрения и имею на нее право. И могу ее высказывать в любой форме, в категоричной или не в категоричной, в любой, в которой посчитаю нужным. И в то же время вы тоже можете с ней не соглашаться и можете высказывать и свои точки зрения тоже. Очень жду их в комментариях, мне безумно приятно почитать. Хорошие комменты, а те, которые начинаются с матерных слов, к сожалению, блокируются. В общем, как вы понимаете, наболело, накипело. Я тут немножечко высказалась. Мы же тем временем и не делаем перенаращивание. Но перенаращивание необычное. Вот эта вот процедура, правильно называется, коррекция со сменой свободного края. То есть, ложе и немы оставили. Мы сделали на него выкладку удлинения, на ее длину натурального ногтя. Сделали полностью камуфляжик, выпилили его красивенько, сделали красивый бортик. И уже к этому бортику подставляем форму и выкладываем новый кончик. Сегодня у нас будет аквариумный дизайн. В этом месте мы с Инной долго смеялись по поводу того, что все-таки ритуал по изгнанию веса таки работает. Потому что Инна сразу же пришла, села и сказала, что мы сделаем черный красивый аквариум. И туда еще сделаем парочку геометрических линий. Это уже предложила Инна сама. Поэтому я тут прям-таки порадовалась. Инна захотела роспись. Именно вот это мы сегодня с ней будем вытворять. Итак, сами подложечки мы выполнили при помощи прозрачного материала. И потом уже на прозрачный гель начинаем выкладывать витражный материал. Витражный материал мы сделали самостоятельно путем смешивания обычного прозрачного конструирующего геля с витражной гель-красочкой. Единственное, что при подборе витражной краски вам необходимо посмотреть, чтобы краска не была на водной основе. Водную основу краски смешивать с гелем, к сожалению, у вас не получится. Она не смешается. Получатся хлопья. А вот если краска витражная на каком-то растворителе, то тогда она замечательно смешается и получится вот такой вот симпатичный результат. На непросохший слой черного витража мы выложили блестки и камушки, подсушили и, конечно же, поджимаем кончики. Потому что нам необходимо создать тоненькие красивые ноготки. После того, как мы поджали, фиксируем зажим при помощи прищепки и отправляем сушиться в лампу. Когда ноготочки полностью просохнут, переходим, конечно же, к пилу. В данном случае излишки материала снимаем фрезой. Тут не так много, но в любом случае гель при моделировании натикает на бока. И именно эти бока мы удаляем в первую очередь. Далее, конечно же, допиливаемся пилочкой и получаем красивенный миндалик с новым аквариумом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И пока Инна не передумала, даже не отряхивая пыль с рук, потому что, ну, вдруг я отвлекусь, а Инна скажет, все, мне достаточно и больше я ничего делать не буду. Поэтому прям в пыли начинаем рисовать быстренько геометрию, чтобы просто не испугать нашего клиента ее отсутствием. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот после того, как мы полностью закончили, уже убрали пыль с ручек, нанесли масло, мы видим готовый результат своей работы. К сожалению, камера не передает блеска. Блеск просто поразительный. Вот эти вот кусочки прозрачных блесток, они растворились в материале и очень мило подмигивают правым глазом. В общем, мы остались безумно довольны этой работой. Очень красивая форма получилась, очень интересные ноготочки. Я надеюсь, вам тоже понравилось, надеюсь, вам было интересно, полезно сегодня с вами. Увидимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!